с камерой вперед пропустите чтобы мы впереди работали а вы сзади чтобы потом свалка будет который меняет профессия не только себе но и других не все спокойно наоборот а а а а а а а а а Как привезли? Где привез тот, кто у вас? Там. Ключи. Ключи берите. Ключи берите. Ключи берите. Ключи берите. ключи берите. Блина. Ключи берите. Ключи берите. Смотрите продолжение в следующей серии. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Не против, если у вас будет видеокамера снимать? Не против? Здравствуйте. Я Оксана Труханова. А что, зайти нельзя к нему? У вас побои уже все зажили. Все зажили, но вообще снимают. Давайте мы еще посмотрим. Вы подавали заявление? Да. Когда вас били? С 13-го и 14-го. За что? Потому что доклад не делали. Что они делали? Доклад. Бумаги составили, то что я обрезался с камерой. Почему они делали доклад? Потому что меня содержали в ПКТ на положении 6-го месяца. То есть, безусловно, меня не допускали в лекартерки, не допускали в магазин, так как положено раз в месяц отвариться на 50% минимальная зарплата. Это было Яковлевым, прокурором города Челябинской, распоряжение даже. Я к нему прям обращался устно. При Евгении Петровиче, зам начальника, вот стоит Евгений Петрович, он сказал, что на следующий день меня отвели в магазин, натоварили, что начальник отряда пришел. И что-то спектр послали, попруга, что-то он мне, чтобы я мог взять, на следующий день пришли начальники. Вы сейчас боитесь и говорите? Нет, нет, не боюсь. Вы с июля здесь? Вы что, нельзя к нему зайти, да? С июля месяца вы в шезон охотитесь? Вы вообще не выходили в отрядный раз? Денис, скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз жалобы на администрацию учреждения подавали? Последний раз, 20-го. Жалобы, жалобы, 20-го, ноября этого года. Подождите, октября. Скажите, пожалуйста, в отношении вас были репрессии и преследования за то, что вы жалобы на администрацию подаете? Ну, я не знаю, как. Ну, вы говорите своими словами. То есть, даже у меня, я подал жалобу, приехал младший лейтенант юстиции. Откройте, пожалуйста. Не выкроете? Ну, он младший помощник Яковлева. И я начал подтверждать жалобу. Я ему сказал, что после этой жалобы, а это было 8-го ноября, 8-го ноября. То есть, после этой жалобы, подтверждения, просто вы нам сейчас помогите. Вот, я здесь по фактам все написал, там, конкретные факты. Я могу перечислить даже какие-то изменения появились после этого. Я думаю, вот, в радиоупреждения поставили камень, когда не существует горной камень. Света ночного нет. Ну, такие, знаете, по быту, по закону. Ну, то есть, я говорю, просто сейчас после этих подтверждений со мной, я не знаю, что могут тут делать. Просто возьмите это во внимание, пожалуйста. Он говорит, просто говорю, меня здесь впитали уже. Он говорит, ну, это не ко мне, это в следственный комитет, прощайся или что. Я говорю, ну, понятно, я тогда обратился, мне уже отказ от подтверждения дела. Скажите, пожалуйста, а вот в камере стоит устойчивый запах краски с вентиляцией, как у вас здесь? Ну, вентиляция, она работает, то есть, она работает только, знаете, как в обратном сторону у нее подается воздух. То есть, сюда подается воздух. Приточка? Да. Приточная вентиляция, а вытяжки у вас здесь нет? Она, она, она стоит наверху, общая. И, то есть, здесь, я тоже, за это тоже говорил, то есть, здесь хвост двор рядом. Там кастры жгут, там уголь, вот это дело. Держи вас. Кто там просит? Какая камера? Десятая, ширина. Сейчас, погодите. Дым засасывает и бывает, что вот сюда дымок такой, знаете, подтягивочный. Сейчас, в настоящий момент, у вас жалобы на условия содержания есть? Сейчас, на данный момент, на условия именно нет содержания. И вы сказали, что должны сейчас перевести. Меня здесь уже злостным нарушителем сделали. Угу. На той колонии я 4 года содержался. Первый твой? Да. Содержался все время. У нас в настоящий момент, еще раз Денис, я хотел спросить. Настоящий момент по медицине, по... Нет, 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 но в настоящий момент все как бы... Вы согласны будете, чтобы потом это было опубликовано? Ну, в кае, да. Потому что я сейчас так сделаю. Да. Ничего не видно будет. Да, я снимать не буду ниже пояса. Нет, Ваня. Ну а... Были эти... Побои у меня вот здесь, в области и гидит, и спины. И спина вся в осени, да. Поверните, пожалуйста. Сошло, там уже три дня назад доктор смотрел. Приезжали же один. А кто? А вот эти... А вас били? За что? Вы сопротивлялись, оказывали? Нет, нет, нет. А кто вас бил? Щеголь, Стариков. Стариков рукой нанес мне два удара вот сюда на затылок, вот так на отмашку. В каком это месте был? В отделе безопасности кабинета вот здесь находится. Ага. Это не в ночное время было днем? Это было утро. А, да, ты помните? 13-ое. Щеголь, тресвый был. Послушай, Оксана, мне надо составить сам. Я не могу это утвердить, что... Неправильно. Потом нам скажут, что мы не объективны. Мне показалось, что... А чем вас били еще раз? Резиновая палка, PR-73. Ага. Ну, наручники одевали потом. Ну, в любом случае, да, вы должны понимать, что социальной сети ГУЛАГу нет, и московские правозащитники берут вашу судьбу под контроль. Дальше Оксана Труфанова, наш координатор, будет регулярно направлять запросы. Члены ОНК к вам будут приходить. Вы, пожалуйста, тогда запоминайте, если в отношении вас будут какие-то преследования, давления за ваши жалобы, за то, что сейчас вы нам рассказали об этом. Соответственно, в дальнейшем вы должны будете членам ОНК сообщить об этом деле. И тогда мы, в любом случае, еще подключимся и еще раз сюда приедем. Мы, наверное, пойдем? Да. Вы можете нам с другими людьми тоже поговорить, да? Спасибо. Вы такие есть вообще люди. Ладно. Всего доброго дня.